В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб отчитались в проделанный за отчетный период работе. Подробности далее. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило более 2000 обращений. 31 заявление стало поводом для возбуждения уголовных дел. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли по горячим следам 26 преступлений. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, неделя обошлась без резонансных происшествий. Сотрудники межмуниципального управления занимаются совместно с образованием сдачи единого экзамена по охране общественного порядка. И также с директорами наших парков занимаются охраной общественного порядка. 37 выездов совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. Пять раз тревожная кнопка срабатывала из-за возгораний в жилых домах. В результате пожара в частном секторе в Томилине погибла женщина. 18 июня в 0 часов 10 минут, Томилина улица Хармазинат, 31, дом деревянный, одноэтажный, частичный с мансардой, кровлей металлической, деревянной в решетке, размером 10 на 15. По прибытию было открыто горение кровли по всей площади. В результате пожара обгорел частный дом на площади 100 квадратных метров. К сожалению, при разборе завалов обнаружено тело, предположительно хозяйка дома. А на сетях ЖКХ происшествий не было. Система работала без аварий в штатном режиме. В округе продолжаются плановые работы в МГД. В этом году в Люберецких домах предстоит заменить 39 лифтов и отремонтировать 149 подъездов. В программу капремонта вошло 135 жилых зданий. На данный момент в работе находится 44 многоквартирных дома и работа уже выполнена на 35 многоквартирных домах. Вся информация касаемо ремонта подъездов, замены лифтового оборудования, капитального ремонта размещена на сайте Люберцы РФ в разделе ЖКХ. По графику идут работы и по наведению чистоты и порядка на придомовых территориях. В этом году по результатам голосования жителей на портале Добродел в программу комплексного благоустройства попало 34 двора. До конца лета на этих объектах установят новые детские спортивные площадки. Луиза Эгия Зарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.